Добрый вечер в студии первого Дину Руснак с обзором основных событий. В начале коротко о главных темах выпуска. Выбирай прививку и получай. В день голосования будут работать все пункты вакцинации. В разгар сезона на прилавках засилие импорта. Специалисты призывают проявлять бдительность при покупке фруктов и овощей. Возможно превышение норм нитратов. Терпение, труд и немного удачи. Гуглые отличники о том, что помогло им добиться успеха. Вчерашний ливень нанес серьезный ущерб ряду населенных пунктов. Упавшие деревья, обрушенные мосты и затопленные дома. Таков итог стихии. Откачивать воду из подвалов и дворов жильцам 33 домохозяйств помогали спасатели. Операции проходили в Бессарабском, Еловенском, Штефанводском, Новоаненском, Страшенском, Каушанском районах и в муниципе Кишиневе. В селе Украинки, которое было фактически отрезано от внешнего мира, спасатели работали не покладая рук. А люди и сегодня не могут прийти в себя от шока. Эти кадры накануне обошли всю страну. Смотреть на видео страшно. Что говорить тем, кто видел это воочию? Из 1700 жителей Украинки в самом плачевном положении оказались те, кто живёт вблизи проходящего через всё село Канала. Проблемы с ним начались и в начале 2000-х. Обмелел, заилился и совсем не способен отводить воду при таких вот тропических ливнях. Огород Людмилы Маглей безнадёжно затоплен. Вода никуда не ушла. После предыдущих наводнений ни она сама, ни её соседи не рискуют сажать здесь что-то ценное. В этот год мы планируем лукерна. В этот год мы планируем порумпы, 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 градины, как вы видите. Но сейчас, когда мы исчезли, мы не планируем никакого. Мы сделали здесь маленькую серу, чтобы мы смогли сделать макаркетчаваи. Огороды полбеды. Люди боятся, что и дома, чьи фундаменты подмыты не устаят. Местные власти вместе с комиссией по чрезвычайным ситуациям уже сегодня приступили к оценке ущерба. Пострадали и сельхозуготия местных фермеров. Вчера помощь спасателей понадобилась в Каушанах и Бендерах, а также в селах Копанке и Раскоец, Штефанводского района. Сотрудники ГИЧС помогали местным жителям также в населенном пункте Русэштейной Еловинского района и в Новых Аненах. Мэр должен быть хозяйственником и слушать односельчан. Такого мнения придерживается глава администрации Шафрынкан Единицкого района Владимир Пресижнюк. За последние два года, благодаря сотрудничеству с центральными властями, жизнь в селе изменилась к лучшему. Одна из главных задач, которую поставил перед собой мэр – капитальный ремонт детсада, который посещают больше сотни малышей. Это садик, где вложена сумма денег, приличная, это 760 тысяч, для того, чтобы обновить условия самого садика. И что мы видим? Мы видим кровлю, мы видим фасадную часть, мы видим тропинку, подходные подъездные пути для детей наших. На миллион леев, выделенных в прошлом году по программе «Хорошие дороги», заасфальтировали почти два километра. Ещё около 10 километров сделали в белом варианте. Кроме денег, были использованы денежные средства за счёт госбюджета, в сумме 500 тысяч в этом году, плюс наш бюджет примарийский – 220 тысяч. В этом году – 722 тысячи для благоустройства дорог. В Шафренканах находится один из красивейших памятников Великой Отечественной войны. Его реконструировали тоже благодаря мэру. Это память нашего села, это история нашего села, где действительно каждый сельчанец сюда приходит на 9 мая и чествует погибших людей в Великой Отечественной войне. Также в селе отремонтирован дом культуры, установлено уличное освещение и 98% жителей имеют доступ к питьевой воде. Сельчане уверены, без настойчивости мэра этого всего бы не было. Очень много изменений. Дороги сделаны, в садике ремонт, в доме культуры ремонт. Очень много изменений. Потому что до этого времени ничего не было такого в селе сделано. До памятника тоже дорожки зарабил, остановки. Везде, если где нет асфальта, он зарабил белый вариант. Свет по улицам везде есть. Владимир Присяжнюк говорит, что без сотрудничества с центральной властью такие изменения в родном селе не произошли бы. Люди хотят комфортно проживать, хотят видеть хорошие дороги, хотят, чтобы всё было освещено, хотят воду. И довольно-таки современные условия проживания. Нам необходима помощь госбюджета, которая могла бы существенно оказать положительное влияние населённым пунктам. На этом планы мэра не заканчиваются. Далее он намерен провести газ в 150 домовладений и отремонтировать водонапорные башни. Мою Санду поймали на лжи. В конце прошлой недели она провела встречу с мэрами Гагаузской автономии, которая пошла за закрытыми дверьми. Глава государства заявила, что приехала по приглашению местных чиновников. Но оказалось, что администрация президента сама отбирала пришедших на собрание представителей госадминистрации на местах. Встреча с примарами состоялась в Чудерлунге. Какие темы обсуждались за закрытыми дверьми местного дома культуры неизвестно. Поскольку прессу на встречу не пустила охрана главы государства. Когда он выйдет, с ним и поговорим. Более того, не у дел осталось и башкан Гагаузи и Ирина Влах, которую не пригласили на встречу. Я, к сожалению, не смогу остаться на этой встрече, потому что узнала об этой встрече абсолютно недавно, начально через СМИ и от наших мэров. То есть вы приглашение не получили? Приглашение не я раздавала. Когда будет приглашение, я обязательно приеду и поговорю. Тогда Майя Санду объяснила, что ее пригласила Ассоциация примаров Гагаузи. И в то же время портал gagauzinfo.md опубликовал копию официального письма, которое было разослано местным чиновникам за подписью главы аппарата президента Розалины Албу с приглашением на встречу. Пресс-службы президентуры пока не ответили на наши звонки, чтобы прокомментировать ситуацию. До выборов осталось меньше недели, а Центризбирком до сих пор не получил дополнительные 22 миллиона леев, которые запросил для организации мероприятия. Тем не менее, ЦИК продолжает готовиться. Все избирательные участки в стране уже определены. Правила проведения процесса голосования такие же, как на выборах прошлой осенью. Маски, персональные ручки и проверка температуры на входе в участок. Запрос на выделение еще 22 миллионов леев для обеспечения санитарной безопасности участников голосования ЦИК направил к обмену еще неделю назад. Ранее глава ведомства заявил, что всего на организацию выборов необходимо 125 миллионов леев. Однако правительство выделило из резервного фонда лишь 70 миллионов. Как и на прошлых выборах, голосование будет организовано с соблюдением противоэпидемических мер. Избиратели должны быть в масках и со своими ручками. На входе им проверят температуру, дезинфекторы в свободном доступе. И на этот раз людям, которые участвуют в проведении выборов, придется работать в защитных экранах. Каждые три часа участки будут дезинфицировать, но без остановки избирательного процесса. Социалисты требуют, чтобы генпрокуратура изучила информацию о финансировании ПДС структурами из ЕС и США, опубликованную европейским изданием New Europe EU. А Центризбирком на ее основании признал незаконный характер денежных поступлений. Напомню, зарубежный портал обнародовал секретные документы спецслужб одной из стран Евросоюза, из которых следует, что Запад влил в предвыборную кампанию про президентской партии не менее 56 миллионов евро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Социалисты обеспокоены данными сайта New Europe EU, из которых следует, что результаты выборов могут быть подделаны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Генпрокуратура проверила достоверность опубликованной на европейском сайте информации и призывает ЦИК констатировать факт внешнего финансирования ПДС. Но граждане просят просто сделать выводы из этой истории. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Партия действия «Солидарность» опровергает опубликованную на европейском сайте информацию, утверждая, что проводит кампанию на деньги сторонников из диаспоры, которые откликнулись на их призыв о поддержке. ПДС ничем не отличается от коррумпированных формирований, с которыми она боролась. Политологи прокомментировали расследования европейских СМИ, которые узнали, что организации ЕС и США незаконно финансируют партию действий «Солидарность». Эксперты говорят, что так называемый новый политический класс, который привык к большим доходам, порочен. А политформирование, которое получает деньги из-за границы, может привести страну к потере независимости. Политологи говорят, что расследование европейских СМИ обнаружено, что в результате институции и масс-медиа из Европы и сеть в Буркселе, они начнутся уважать внимание на эти проблемы. Потому что мы в Кишиневе много знаем о финансировании иллегале, схемах грехов, которые используются для финансирования, чтобы распространять пас. Политологи говорят, что расследование европейских СМИ обнаружило серьезное нарушение закона. Партия не имеет права получать деньги от иностранных структур. Политолог Виталий Катана отметил, что большие суммы денег от иностранных структур идут не на развитие страны, а на щедрое вознаграждение тем, кто работает на партию действия и солидарность. «Эти суммы напрямую связаны с благосостоянием людей, непосредственно участвующих в расходовании этих денег. Вот почему мы видим в молдавском публичном пространстве всевозможные неправительственные организации и активистов, которые имитируют интенсивные ненужные действия, чтобы заполучить самые дорогие машины и дома, которыми они владеют. Нужно четко разграничивать финансирование, которое получают граждане, когда деньги выделяются на экономические и социальные проекты, или непосредственно в государственный бюджет. И финансирование через фонды и организации, такие как КАС, когда деньги идут на выплату высоких зарплат лицам, которые предоставляют непонятные услуги некоторым партиям, таким как ПДС», отметил Виталий Катаны. Его коллеги с ним согласны. Я думаю, что эта класса политика новая, что я сказал, новая, это глубоко вековая. И, даже ПАС предназначает, что это делает политика с рядами, в реальность мы видим, что это не особо не отлично от класса политики, которая была на правительстве и с которой ПАС был боролся, предназначает, что это будет на другой планеты, о планетах ряда, рядами рядами. Эксперты отмечают, незаконное финансирование извне может привести к тому, что Молдова потеряет независимость. Мы потеряем контроль над собственными институциями. Мы требуем собственной суверенитеты, чтобы осуществить, чтобы нашу сердце, нашу национальность, не пережить этот контакт с людьми occidentales. Мы требуем контролировать на последней линии, которые сказали, что не указывают, что есть необходимость на интервью этих работ. Согласно данным портала New Europe EU, всего на обеспечение победы ПДС на досрочных парламентских выборах Запад потратил 56 миллионов евро. Кандидат в депутаты от ПДС Сергей Литвиненко в рамках пресс-конференции опроверг эту информацию. Сила Молдавского государства в единстве и сплоченности различных народов, населяющих нашу страну испокон веков. Об этом кандидаты Блока коммунистов и социалистов заявили на встрече с представителями двух десятков исторических, патриотических, а также этнокультурных организаций Молдовы. Участники мероприятия не скрывали. Надеются, что партии, которые пройдут в парламент, обеспечат формирование промолдавского правящего большинства. Мы понимаем, что мы голосуем за вектор. Мы не так уж голосуем за партии, а за вектор. Потому что другой вектор – это действительно страшно. Я не знаю, что будет. Беларусь, моя родная, тоже прошла в прошлом году похожую ситуацию. Пытались захватить государство, как захватили наших соседей, Украину. Опасения, что Молдова повторит пример соседней страны, разделяет многие присутствующие. Речь действительно стоит очень серьёзно о будущем нашей страны, о том, как мы будем развиваться. Не застрянули ли мы опять в каких-то межусобицах, каких-то странных вещах, на первый взгляд, о которых заинтересованы, может быть, внешние игроки, с тем, чтобы здесь была зона нестабильности. 11 числа мы будем участвовать в выборах с полной ответственностью и будем поддерживать тех политических сил, которые будут стоять за укреплением нашего государства, Республики Молдова. Владимир Воронин и Игорь Дадон заявили, что настроены отстаивать гражданский мир, ведь Молдова родная для всех. Вы понимаете, с чем мы боремся? Вы это видите каждый день. И у нас получается, что нас как бы больше граждан Республики Молдова, которые думают за эти ценности. И молдаване, и 35, обычно говорят, треть населения русскоязычные, 35-40%. Но и большинство молдаван хотят сохранить наше государство. Но нас больше, но почему-то наши оппоненты, которых меньше в количестве, они активнее. И баламутят народ. Мы должны быть объединены всё время, и постоянно, и против любой угрозы, и иметь достоинство, и уважать себя, как гражданина Республики Молдова, и не уступать никому и ни в чём. И имя Молдова, как страна независимая, суверенная, должна звучать везде. И с трибуны ООН, и со всех международных организаций. И здесь, у нас. Напомним, треть населения Молдовы – представители более 50 различных национальностей. Наша республика должна отказаться от независимости и присоединиться к большому государству. Желательно к России. Такова позиция партии «Патриоты Молдовы». Её представители обещают, что, оказавшись в парламенте, инициируют всенародный референдум, на котором предложат выбрать лучшую для этой цели страну. Референдум за присоединение к России. Но мы не говорим, что только к России. Пожалуйста, в референдум можно включить Европу, можно включить Румынию. Это не вопрос. То есть нужно, в конце концов, решить, чего мы хотим. По словам кандидатов в депутаты, предложение унионистов, которые хотят присоединения Молдовы к Румынии, не решит проблемы нашей страны. Мы решаем территориальный вопрос. То есть у нас не будет вот этого Приднестровского конфликта, не будет с гагаузами проблем и так далее. Мы решаем вопрос с языковой. То есть те 30 лет, которые нам куча правителей обещали, что будет два языка, как во всех нормальных цивилизованных странах, никто этот вопрос не решил и даже и не думали его решать. Потому что это очень удобно разделять и властвовать. И третий вопрос. Это самый главный экономический рынок российский. Вы знаете, сколько Молдавия продавала при советской власти туда товара. То есть на десятки и десятки миллиардов мы возили товар. И 10% населения Советского Союза мы обеспечивали нашим товаром. Партия «Патриоты Молдовы» занимает 19 место в бюллетенях для голосования. В выборах участвует 23 конкурента. Блок коммунистов-социалистов предлагает создать в новом парламенте комиссию, которая запустит конституционную реформу. Об этом лидеры ПКРМ и ПСРМ заявили на презентации книги, посвященной этому вопросу. Игорь Дадон подчеркнул, необходимость в преобразованиях назрела после того, как с 2009 года все, кто приходил к власти, намеренно игнорировали высший закон, а Конституционный суд превратили в инструмент своего влияния. Продолжение следует... Экс-президент утверждает, что все политические кризисы после 2009 года были спровоцированы, потому что в Конституции не все положения ситуации прописаны достаточно четко. Остается место для толкований. В первую очередь следовало бы четко раз и навсегда определить форму правления – президентская, парламентская или полупрезидентская. Из-за нечетких формулировок, говорит Игорь Дадон, часто возникают конфликты между парламентом, правительством и президентурой. Еще одно белое пятно в высшем законе – способ назначения судей КС. В то же время, Конституция должна запрещать, высокопоставленным должностным лицам иметь гражданство других государств и совершать действия, которые могут привести к ликвидации нашего государства. Все эти изменения должны быть разработаны при участии экспертных групп. Конституция Республики Молдова была принята 29 июля 1994 года. Лидер партии регионов Александр Калинин объявил голодовку в знак солидарности с работниками железной дороги Молдовы, которым несколько месяцев не платят зарплату. Даже шезлонг принес на площадь Великого национального собрания. Говорит, принял решение, получив от них письмо с просьбой о поддержке. Сейчас я, Александр Калинин, официально объявляю, что в знак поддержки сотрудников железной дороги я объявляю голодовку на центральной площади Кишинева, площадь Великого национального собрания. Я разобью палатку. 24 часа в сутки я буду находиться на площади. Уважаемое правительство Республики Молдова, во избежание более сложной ситуации, прошу вас незамедлительно решить вопрос с выплатой заработной платы всем сотрудникам железной дороги Молдовы. 70 заболевших коронавирусом и трое умерших. Таков итог сегодняшнего дня. Шесть инфицированных привезли ковид из России. В больницах находятся 214 пациентов, из которых 52 в крайне тяжелом состоянии. На дому лечатся еще 546. Объявлены здоровыми 64 человека. Кстати, день выборов превратится в крупный марафон по иммунизации против этой заразы. 11 июля все прививочные центры будут работать по специальному графику. Ставить будут три вида препарата, доступные в стране. Сейчас уровень вакцинации населения в Молдове приближается к 14%. Уже более 745 тысяч граждан получили сыворотку, из которых 464 тысячи – вторую. Власти намерены довести до каждого избирательного участка страны информацию о преимуществах вакцинации против коронавируса. Так, 535 пунктов вакцинации по всей стране откроют в воскресенье. В Минздраве также напомнили, что 17 июля будет организован марафон для тех, кто в конце июня был вакцинирован спутником ВИ. В столице вторую дозу должны получить более 4350 человек. А 18 июля на другом марафоне в медуниверситете ждут тех, кто должен вакцинироваться второй прививкой AstraZeneca. Все, кто сделает ревакцинацию, получат свидетельство о вакцинации. А со следующей недели будут выдавать обновленный документ. Сейчас в Молдове в наличии около 300 тысяч доз вакцины. В ближайшие два месяца страна получит еще около 350 тысяч таковых. Власти призывают людей вакцинироваться, чтобы не подвергать себя опасности. На прошлой неделе в лабораторию Германии была отправлена новая партия подозрительных образцов коронавируса, предположительно более агрессивного штамма Дельта. Представители Минздрава не исключают, что он может появиться и в нашей стране, так как уже проник в соседние государства. В настоящее время в Молдове доступны вакцины AstraZeneca, Sinavac и Sinopharm. Кабачки, свежая капуста и красная редька. Эти овощи могут быть напичканы нитратами. Чистый яд для организма. Инспекторы Нацагентства безопасности пищевых продуктов рекомендуют в летний период придерживаться ряда правил, чтобы не оказаться на больничной койке. Продусные продукты рекомендуют веке. Ходовой продукт кабачки тоже сейчас проверяется инспекцией. Есть прецеденты. Однако в прошлом году проблем с овощами было больше, говорят специалисты. При этом на рынках столицы, как правило, стараются продавать только продукты местного производства. Фермер Татьяна говорит, что урожай в этом году хороший. Не успевают отвозить на рынок, как вырастают новые кабачки. Много дожди идут, собираем, возим, продаем опять каждый день здесь на рынке. Люди берут с удовольствием, потому что самый ходовой продукт. И дешевый, и вкусный, и много блюд с него можно приготовить. Их же проверяют в лаборатории. Если бы были какие-то проблемы, нам бы сказали. Горожане сетут, что на прилавках супермаркетов местной продукции практически не найти. А к импортным овощам-фруктам, хоть и красивые они, доверия мало. Но и на рынок работающие хозяйки каждый раз ходить не могут. Магазины почти вся капуста привозная, на базаре домашняя. Вот молдавская. А если вы знаете по вкусу, она отличается по вкусу. Парфибины, которые наши, спатос, амболезы, фрумоз, калитативы. Сюда и на супермаркет. Но вы, то это марфа, один Турчий, один Гречий, где вины. Специалисты напоминают, снижение уровня нитратов можно добиться и путем мытья или вымачивания овощей и фруктов. А также их механической очисткой. Не зря грызли гранит науки. 18 лицеистов оказались круглыми отличниками после экзаменов на степень бакалавра. Дана Цопа из столичного лицея Мирчи Лиади в их числе. Девушка признается, хоть и много трудилась, но четырех десяток по финальному тестированию все равно не ожидала. Не стал сюрпризом лишь высший балл по английскому. Его поставили автоматом после того, как она выдержала международный экзамен. Чтобы осидеть остальные три предмета, Дана разработала собственную схему подготовки. И, похоже, она работает. Кто хочет учиться, тот учится, говорит Дана. Два года по несколько месяцев удаленного обучения никак не отразились на ее жажде знаний или успеваемости. Пандемия оказала на нее другой эффект. Утвердила в мысли стать врачом. В лицеи, которая кончила Дана, в этом году было три круглых отличника. В этом году мы имеем три, но я не рекордаю, что есть еще один парень. Это комбинация между всеми, в первую очередь, профессором, в первую очередь, элевом и родителем. По данным Минпросвета, в этом году не только отличников больше, но и средняя оценка выпускников выше – 7,28 балла по сравнению с 7,14 в 2019 году. На сегодня все. Наши новости есть в соцсетях. Увидимся завтра вечером. Всего доброго и соблюдайте меры предосторожности. Редактор субтитров А.Семкин